Весёлый парень. Я вижу, у тебя настроение отлично. Здорово. Как дела? Снимаешь? Снимаю. Неплохо дела. С музычкой дела стали лучше, чем без музычки значительно. Там каких-то 100% это очень мало. Согласен. Там было процентов пару тысяч. Что, с приездом тебя? Ага. Как там в Питере? Даже не обнял меня. Друг детства. Димон. Что, как в Питере дела у тебя? На Питере хорошо. Холодно. Холодно. Но у нас сегодня тоже. И вчера. Почувствовал уже, как погодка. Я предлагал туда пойти. Ну, что там? Ну, та тема, что ты уже все, наверное, сходил до дыр. А мы можем пойти. Не, пошли покажем Приморский парк. Видел только что паренька военного на Бэхе. Ну, хорош только Бэхе. Думаю, молодец, работает. Друзья, кто спрашивал по поводу моего дома? Вот так выглядит мой дом на сегодняшний день. В процессе восстановления. Выглядит хорошо. У тебя куда окна выходили? Сюда и с торца. С правой стороны, да. Там же глухая стена. Нет, нет. Или там? Кухня там. Давай. Погода сегодня шикарная. Если не учитывать ветер, да. Такой свежий. С нами ветер. Но согласись, да, весна в этом году очень рано пришла. И сейчас все уже зелено настолько, что кажется, что где-то середина лета, да? Вот посмотри. Ты же из парадигмы Мариупольца говоришь, а у меня там снег лежал до недавнего времени. Я не поехал перебываться в марте, потому что был лед и снег. Потом там чуть-чуть растаяло. Я не поехал в апреле перебываться, потому что числа 15-го выпало снега по колено. Просто, ну реально, там несколько десятков сантиметров. Трактор вот этот бульдозер ездил по двору, убрал снег. Прям за вечер буквально насыпало. Поэтому я смотрел. Конечно. Я смотрел на фотки и видео из Мариуполя. И у меня просто сердце плакало. Сам я не мог себе этого позволить. Да, мы уже позавчера купались в море, загорали, играли в волейбол в воде. Будет видеоролик. Возможно, он уже, он выйдет до этого видео. А может и позже посмотрим. Не знаю. Сейчас покажем вам центральную аллею Приморского парка. Посмотрим, гуляют ли люди сегодня. Выходной день. Конечно, ближе к вечеру будет больше людей. И... Ой, не знаю. Холодина вечером обещает. Ну, на пляже, на песчаном пляже. Видел много машин. И все повыезжали туда на шашлычки. А мы нет. Не, ну мы... У нас сегодня будут тоже шашлыки, но позже. Пизжа. Не матерись. Ну, а ты по-украински пляжи. Ну, как матюк слушается. А я в поезде ехал с ребятами, которые обсуждали какие-то темы. Там, что они приезжали, слушали украинские новости. Там, ну, я имею в виду в мирные времена. Там, на Донбасс, куда-то еще. И они рассказывали, как им смешно было слышать какие-то рекламы, которые есть и на русском, и на украинском. Вот. Ну, и они там жали. Но фишка в том, что они же еще и коверкали слова украинские. Поэтому выглядело это еще смешнее, потому что там у них, ну, что-то взрыв вкуса. У Меринды была такая реклама. Да. Выбух смоку. А они это называли взбух смоку. Ну, и, значит, обсасывали это, типа, что там взбухло. Это сами придумали, сами поржали. Да. Я тоже очень радовался, что им так мало надо для счастья. Ну, да, на самом деле украинский язык такой. Он немножко смешной. Хотя в песнях он звучит, да, мелодично, вроде и красиво. Он смешной, когда ты накладываешь его на привычное русское что-то. Ну, потому что все мы знаем русский язык. И там какой-нибудь, например, боевик, там триллер или еще что-то. И там такой серьезный мужик говорит брутальным голосом, что-то ты пожалеешь, что мы еще что-то. И тут украинский перевод. Ты пожалкуешь. Красиво, конечно, у нас в Мариуполе становится. Поделись своими впечатлениями. Вот, ты приехал вчера. Как тебе Мариуполь? Сколько ты не был? На полгода не был. Полгода назад, да? Мы с тобой видели. Ну, может, 5 месяцев. 5. Ну, да, где-то 5 месяцев. Не, полгода, потому что я же мая уже. Да, я уехал когда-то в ноябре. Угу. С декабря ты месяц. А, ну, декабрь-то уже зима. С декабря-зима вообще. Присороешь? Порник привыкнул. Короче, да, мало времени. Но очень нарядная улица. Очень порадовала. Я что-то вышел, вечер же темно. Думаю, пойти не пойти, холодно. Ну, что-то устал с дороги. И потом с балкона посмотрел, а проспект я не очень нарядный. И там, ну, прям свежие вот эти все украшения. То есть, ну, как... Это, конечно, пример стремный, но он самый первый у меня в голову приходит, когда жена выкидывает вещи алкаша. Ну, там изменщика. Выгоняет его из дома, потом решает его просить. И он ходит во всем новеньком. Вот. И тут, ну, сравнение не про Мариуполь, но то, что просто в других городах, когда украшения цепляют, они, ну, видно, что уже не первый год. Они, не знаю, чуть-чуть припылились, чуть-чуть там выцвели. А здесь все новенькое, все блестящее, все только с иголочки. Так вот, ну и красиво. То есть не пожалели там на эти украшения. Они... Согласен. Ну, они действительно богатые такие, как сказали бы, жители Шартаны. Вот. А, конечно, нет флагов. А это тоже решение. Я прям очень вот обрадовался, когда его заметил. Сейчас мы идем по Нахимова. Обычно висят флаги, и они, ну, очень быстро обтрепываются. То есть они такие бедные, несчастные. Это же наша гордость. Это же наш срежаль. Вот. И... А вот, как это называется, альтернатива. Такие в виде огня инсталляции. Ну, это выглядит здорово. Плюс они с подсветочкой. Ну, так... Это решение. Еще это все светится очень красиво. Мы идем по проспекту Нахимова. Я думаю, что решение может еще усовершенствоваться. Но то, что это интереснее, чем те флаги, которые вешали, это вот сто процентов. Итак, мы подходим... Проходим, точнее... Это кислородно-конверторного цеха. Или еще? Это спорткомплекс Ильичовец. Или прокатного стана. Ты знаешь, да, что это? Или я построил по проекту какого-то из цехов. А, нет, не знаю. Ну, да. Я принимал участие в генеральном организации генерального проекта плана и оргстоительства. Работал тогда проектировщиком. Вон, смотри, какая дырка. Это гостиница. А, это ее уже зачищают, кстати. Да, уже разгребают ее. Но она стоит эпично. Она в таком месте. Да. Здесь здесь плохо видно. В общем, я заметил, что, ну, сколько я тут жил, ну, это тоже частность. Думаю, что таких моментов прям очень много по городу. Пешеходный переход раньше был через проспект Ленина нежели Ливаневского. Да. Там, к садику. Ну, на Осипенко. Вот. И вот я ходил по нему в садик. И он был прям мегаудобный. А потом сделали там что-то дорогу, сделали какие-то ливерные ограждения и перенесли пешеходный переход выше. И люди все равно всю дорогу бегают вот там вот. Потому что это более удобное место через, ну, ближе Косипенко. Вот. И прошло уже несколько десятков лет, а там все никак не установят этот переход. Ну, то есть не надо переносить, надо сделать второй пешеходный переход. Согласка и близко. И, ну, потому что люди постоянно рискуют. Я вижу это. И как бы ты людей не воспитывал в таких вещах, которые им нужны. Ну, для них это просто смысл жизни. Пройти по наиболее коротком пути. Да. Но ты обратил внимание, что раньше были где-то тропинки, сейчас их сделали этими дорожками пешеходными. Не, так, это практика, она прям, как это, и теоретическая, и практическая. То есть, вот, когда мы строили Лугопарк, ну, то есть, практически все объекты в городе, которые обновлялись там с 2005 по 2012 год, я так или иначе принимал участие, ну, пускай не сам делал, но, по крайней мере, через меня проходили там какие-то либо согласования, либо я о них слышал. вот, и у нас был начальник, ну, то есть, все было двустоество абсолютно по городу, но проходило через этот отдел. Царник говорил, что вот мы делаем основные дорожки на тропинке по ГОСТу, через год, там будут тропинки, тебе не нужно придумывать, как-то пытаться за людей, да, да, придумать, где им удобно будет ходить. И вот, говорит, когда будет реконструкция, там через год, ну, обязательно проявляют усадку, там, грунта, всякое такое. И прокладывают уже, да, дорожки? Да, да, и прокладывают дорожки. То есть, это класс. Я не видел это ни в каком ни в СНИПе, ни в ГОСТе, но, я так понимаю, что держится на какой-то склейке именно вот такой опытной. Ну, любые специалисты, они имеют какие-то секретики, которые, которые невозможно выложить на бумагу. Ну, я не знаю. Ну, короче, не выкладываются они. И тем не менее, оно, пожалуй, себе работает. Особенно в коммерческих проектах, то есть, например, Лугопарк, про который рассказывал, он же или, ну, комбината Малича был построен. то есть, там необязательно соблюдать ГОСТ. Опять же, имею в виду, в положительную сторону, то есть, если ГОСТом заложена ширина тротуара 60 сантиметров, то коммерция может ее сделать два метра. понятно. Ты уже видел Нахимовское училище? Ну, на видосах, на Саниных, на двоих. Да, училище шикарно выглядит, очень красивое. Выскакивает опять вот эта гостиница. Красивая. Просто как памятник ее нужно как-то консервировать. Ее восстановят. Сделают ее очень красиво и будет она украшать. И лет 60, наверное, да? Да. Если не больше. Да. Я к тому, что уже, может быть, снесут до построения. Хотя уже снесли, наверное, да? Я тоже думаю, что снесли бы уже. Они, видишь, защищают там ярусы и, видимо, будут восстанавливать. Классно бы было, чтобы внутрь пускали, потому что как-то так получается, здесь была такая территория зеленая и сейчас окрылись забором. Либо бы стадион, может быть, если бы было. Или что-то. Кинотеатр классно было бы. Да, было бы здорово, конечно. Ну, вряду, там же, получается, на полном пансионе живут ребятки, да? Да, корпуса выглядят, конечно, обалденно. В Санкт-Петербурге есть такая закрытая женская школа, суворовская, вроде бы, ну, и, может, она не суворовская, а по типу суворовская. Короче говоря, какое-то федеральное, федерального значения учебное заведение. и там, представляешь, девчонки, только лишь корпус, конкретно девчонок, и они находятся прямо на Крестовском острове, то есть, это такое место очень дорогое, с точки зрения недвижимости, и они занимают прямо, а, стоит задание прямо на берегу Невы, второй витки, перед выходом Финский залив, вот, ну, то есть, шикарное место, там рядом парк Крестовский, там рядом Женит-арена, то есть, красивейшее место, ну, и здесь, в общем-то, по аналогии, сделали море, шикарно, да, вид, шикарный, и там девчонок, ну, одна из знакомых, учится, их отпускают на 9 часов, один раз в месяц, домой, обалдеть, с 6-го или с 5-го класса, там обучение происходит, ну, интересные вещи творятся, думаю, у нее очень весело, они там 5 языков учат, или, ну, в общем, не дают им оплынивать, постоянно их куда-то возят, вот, но я думаю, что это прям спецвойска, а это военное, если что, а не или МЧС, или МЧС, или военное, уже не помню, но перешла девчонка ее с МЧС, потому что моя дочь, с ней училась корпусе МЧС, какой зашибись прекрасный, да-да, красотень, вот, скажи, как город преобразился, да, при России, ты знаешь, он чуть-чуть сейчас похож на те времена, когда я был в классе в каком-нибудь 5, 6, 7, ну да, когда, это 90-е еще годы, или подожди, даже 80-е, 80-е, ну да, а, да, уже 90-е, начало 90-е, ну 90-е какой-нибудь, 5-й, 6-й, ну тогда еще, да, согласен, были, тогда даже до 2000, я не знаю, какого-нибудь, 5-го, еще прям, хорошо советское, да, да, согласен, вот даже эти, помнишь, вот эти вот здания, это же база отдыха, тут какие-то были, да, и тут были, да, да, тут были еще шикарные такие лестницы, широкие, в центре там, с какими-то львами, от чайки, там если спускаться, насколько я помню, и да, можно было пройти лето, вообще дикий зной, и ты проходишь мимо этих зданий, и прям попадаешь в какое-то царское место, да, да, это я тоже помню, в детстве это все еще было, после развала, оно еще все имело свой шикарный вид, потом постепенно все запустилось, ничего не восстанавливалось, лестницы перекрывали, проход туда, на эти лестницы, и все, они рассыпались, а кто-то до сих пор рассказывает, что мы жили в Европе, в Венгрии я не был, в Чехословакии, между Словакией, ну то есть мы ехали в Праге, там, в Словакию, вылетела, столица Виговая, потом в Вену, и мы оттуда ехали, там, час между нами, вот, то есть я по Солицам ездил, по Манкингардам не ездил, но просто шаг в сторону из центрального района, это не просто там грязь или еще что-то, это очень неприятное отношение, то есть я видел, как избивала, как врывалась в мужской туалет, там, менеджер Макдональдса, и лупила бомжа, который ничего плохого не делал, ну то есть он туда макал, он там чего-то, мыл то ли футболку, то ли еще что-то, но он не был неприятен посетителям, а она орала ему там, ну короче, я хочу сказать, что, что отношения у нас иногда поинтереснее, лучше, да? Да, чистота у нас может быть больше размазано, что-то среднее, у нас, мы стремимся к усреднению, а там у них пик в центре хорошо, по окраинам, ну тоже мусор там, я помню, что я когда-то, я на майские праздники, на какие-то или, ну у них не победу праздную, то что другое, это когда еще первый раз съехал, ну для меня было просто по умолчанию, все просто зашибись, и я на это, типа пытался не обращать внимания, так вот, у них были праздничные дни, и у них не работали мусорщики, вот так вот, и просто весь центр, вот эти горы мусора, больший контейнер стояли для мусора, и вокруг эти пакеты, у нас еще пакетов так не было, распространено где-то, ну в общем, если надо обосрать Европу, ее есть за что обосрать, вот ты сколько уже в Питере живешь, 10-11 лет? Ну 10. 10 уже точно есть, да? Ну да, 10 есть. Вот с 2014 года, да, или 13-го уехал ты? Ну я сначала уже в Ялте живу. А, в Крыму? Да. Ну не в Старом Крыму, а на Черном море, да? Да, это уже мнение, можно сказать, питерца, да? Ну конечно. То есть не как Мариупольца, есть с чем сравнить. Так это же не отправная точка. Я хочу сказать, что просто весь мир развивается. Да. То есть мы находимся не в вакууме, и сто лет назад находились не в вакууме, и весь мир развивается, и внутри страны тоже развиваются, но развиваются, исходя из каких-то ценностей, понимания, менталитета этих людей. То есть я уверен, что, ну это прям политическое, наверное, высказывание, что и в Северной Корее там тоже развиваются по-своему, ну то есть какие-то технологии. То есть да, что там ментальность какая-то вот здесь. Короче, в России точно не хуже. Вот. И я всю жизнь, я жил в Карелии там до 6 лет, я там, ну, родился в Санкт-Петербурге, я ездил туда-сюда, в Москва, там родственники. То есть я всю дорогу, до 18 лет я каждый год вообще ездил. И я имел возможность сравнивать. И, ну, такой разительной разницы не было. Как вот, скажем, с 14 или с 13 года, как я уехал. Так я уехал с Киева. Я же уехал не из Мариуполя. То есть живу, я в Киеве уже на тот момент полтора года. И все развивается. Я не могу сказать, что что-то плохо или что-то хорошо. Но развивается абсолютно все и везде. И если начинать сравнивать, действительно, то нужно сравнивать те параметры, которые каждому человеку важны и близки. Потому что я приезжаю в какой-нибудь, в Турцию там, или в какую-то Азию. И я понимаю, что в каком-нибудь Вьетнаме абсолютный колхоз, в том точке зрения оформления. Но я же себя там тоже прекрасно чувствую. Я в Миликино себя шикарно чувствовал. Всю дорогу я туда хотел. Ты хотел в Миликино поехать летом? Да я как-то поехал в 2018 году. Да не, я имею в виду в 5-й, 10-й. А, ну, в те годы, да. Тогда я еще и ездил. У меня мама в порту работала. И она брала каждый год нам путевки в этот, в портовик. Только портовик не развивался. Представь, в 2018 году мама сделала мне подарок, решила взять путевку снова. И мы приехали, и в тот же день уехали. Потому что мы офигели от этого. От грязи? Да. Ничего не поменялось в этом портовике. Ничего. Абсолютно ничего. Вода по расписанию с 5 до 6 вечера. Наружные душевые кабинки на улицах. Очередь, прикинь. Как видите, достаточно людей гуляет в парке. Немало людей гуляет. Да, вот. А то часто читаю комментарии, а где люди, где люди. Люди где? Где люди? Где люди? Люди где? Я часто отвечаю. В Караганде. Ну, кстати, да, посмотрите. Это... Нельзя сказать, что это... Мариупольцы. Посмотрите на их разведку. Да, да. Это же... Это же не Мариупольцы. Это да. Это все приезжие азиаты. Людей, не сказать, что прям огромное количество, но при такой погоде, я думаю, что даже неудивительно, что ветер же настанет. Угу. Начнется вообще невероятный движ. Да. Я, кстати, помню, что Пасха... Ну, опять же, насчет менталитетов, это от города к городу прям сильно отличается. И я скажу, что если выйти днем в какой-нибудь спальный район Москвы или Санкт-Петербурга, там тоже не будет людей. Вот. В Мариуполе на Пасху никогда не было людей в городе. Все были где-то в кустах. Да, да. Вот, даже здесь, здесь у нас были кусты, и постоянно здесь шашлычники жарили мяско. Прогуляться в парк, может быть, там, потому что есть много-много машин там. Да, вижу. Но это, скорее всего, вот, поприезжали, и люди гуляют, поставили машины там. Да, вот детская площадка, сколько там детворы гуляет. Ну, кстати, эта детская площадка мне совсем непонятно. А мне понравилось. Недавно мы были здесь с сестрой, с детьми ночью. Очень здорово. Ну, ночью классно. Вот на весы не хватает. Меньше детей, да, и покатались на качелях. Тоже сами даже вспомнили детство. В принципе, мы все еще дети. Да, кайфануть, кайфануть. Итак, друзья, сегодня мы с вами прогулялись по Нахимово и центральной аллее Приморского парка. Показали вам количество азиатов, гуляющих по парку. Их почти не было. Только на обратном пути я, по-моему, видел, там 4 человека шли. Ну, в общем, почему об этом говорю? Потому что часто читаю комментарии, что... А где люди и так далее? Расскажите про азиатов. Азиаты приехали сюда строить. А местные повыезжали. И многие возвращаются. Так что всех с праздниками пасхальными, с наступающими. С Днем Победы еще будет все впереди. Поздравим. Но с наступающими праздниками, друзья. Всем мира и добра. Гоу, Пра. Сестра, привет. Привет. Между делом не спеша. Все, что нужно, я нашла. Моя удача. Тебе раздачу. Моя удача. Моя удача. Моя удача.